Девушки отдыхают И до участников локальных войн, которые происходили уже в XX веке. Память о подвигах наших соотечественников в войнах-амурцах, принимавших участие в боевых действиях, отразились в мемориалах, монументах, обелисках и стеллах, памятных табличках. В любом населенном пункте, будь то город или село, есть места, куда может прийти каждый и почтить память тех, кто защищал свою родину в разные годы. Одним из таких мест в городе Благовещенске является братская могила 118 коммунаров-коммунистов. 25 февраля 1918 года в Преамурье была установлена власть Советов. Благовещенск стал центром борьбы за освобождение Забайкалья и Преамурья от интервентов и белогвардейцев. После установления советской власти в Амурской области в Саду Народного дома, ныне техникам физической культуры в Благовещенске, было решено провести массовое перезахоронение погибших в разные годы борцов с белогвардейцами и японскими интервентами. 26 марта 1920 года состоялись похороны коммунистов, погибших в ходе Гражданской войны. В братскую могилу с другими были перенесены останки Федора Мухина, первого председателя облсполкома, убитого белогвардейцами, Генриха Дрогашевского, командира партизанской армии, расстрелянного японцами и белогвардейцами, Владимира Шимановского, председателя железнодорожного комитета, группы подпольщиков, казненных на реке Амур 19 марта 1919 года, в числе которых погибли члены центрального штаба прянишников Гусев, Иосифа Корытова, активного сотрудника советских газет, Самуила Шадрина, заместителя председателя Амурского облсполкома и других. Здесь же похоронены 16 амурских комиссаров, зверски казненных японцами и белогвардейцами. Утром 26 марта 1919 года в штабе японского командования 12-й дивизии был разработан план истребления группы заключенных в Благовещенской тюрьме. Совместно с белогвардейской контрразведкой был составлен список из 27 человек. В списке были известны многим фамилии первых амурских комиссаров. Шумилов – комиссар земледелия, Поспелов – комиссар труда, Шестаков – комиссар финансов, Вшивков – комиссар здравоохранения, Павелихин, Хабаров, братья Семенченко, Мельниченко, В прошлом командиры Красной гвардии и Красной армии, Шелковников – бывший представитель Следственной комиссии Ревтрибунала, Шафир – руководитель Большевистским Благовещенским комитетом и другие. По распоряжению подполковника Лебедева, начальника Благовещенского пункта военного и паспортного контроля, прапорщик Пономаренко из контрразведки с отрядом японцев, вечером 26 марта явился в тюрьму с тем, чтобы взять там указанных в списке заключенных, якобы для допроса в японском штабе. Из намеченных 27 человек были взяты только 18, причем взяты без суда и следствия. Никто из них не был осужден на казнь. Сохранились воспоминания событий той ночи с 26 на 27 марта. Нас всех завели в комнату свиданий, которая была полна японских солдат и офицеров, поставили к стенке попарни. Японцы начали связывать нам руки. Под сводами тюремных ворот нас окружил конвой. Впереди с фонариками, показывая дорогу, шли два белых офицера-контрразведчика. За больничными зданиями начинался пустырь. И там, у одной из ям, бывшие когда-то печью для обжига кирпичей, остановились. Последовала команда. «Становись на колени, нагибай голову». На шее легли холодные японские штыки-тисаки. Последние минуты перед казнью, короткие разговоры, горячее прощание друг с другом. В тишину мартовской ночи прорезали жуткие крики, предсмертные стоны, хруст костей, проклятие душегубам. Японцы по парам стали сводить обреченных в яму, и там рубили им голову, кололи штыками, в упор стреляли. Троим узникам в суматохе удалось сбежать с места казни. В следственных материалах сохранились судебно-медицинские свидетельства зверства японцев. В 1957 году, в честь 40-летней годовщины Октябрьской революции, над могилой был сооружен памятник. В мемориальном комплексе есть еще одна братская могила того времени. Там захоронены 11 пограничников. В памяти горожан навсегда останется героический подвиг амурчан. К декабрю 1921 года гражданская война в России подходила к завершению. Амурская область только начала жить в условиях относительно мирной жизни, пытаясь восстанавливать порушенное гражданской войной народное хозяйство в новых экономических условиях. Теперь угрозу молодой Дальневосточной республики представляла только Приморье, где сконцентрировались выгнанные туда полностью боеспособные и пылающие дикой ненавистью к власти Советов регулярные части Белоповстанческой армии и казачества, щедро финансируемые правительствами Японии и США. С целью отбить у Советов ранее потерянные территории, в ноябре 1921 года Белоповстанческая армия начала масштабное военное наступление на Хабаровск, хвастливо назвав его «поход на Москву». Наступление шло по двум направлениям – вдоль Транссибирской магистрали и в обход хребта Хихцир вдоль долины реки Уссури. Хабаровск должен быть взят в клеще. По берегу Уссури двигалась сводная поволжская бригада из пехоты Боткинского, Ижевского полков и Конного Уральского казачьего полка общей численностью 1500 сабель и 650 штыков при двух орудиях под командованием генерал-майора Сахарова. С целью отразить наступление белых войск на Хабаровский край, командование Народно-революционной армии начало собирать войска со всего Дальнего Востока и Забайкалья. В Амурской области из мобилизованных и добровольно вызвавшихся коммунистов и комсомольцев был сформирован территориальный батальон большей частью из числа благовещенцев. Сводный коммунистический отряд общей численностью 93 человека при одном пулемете «Максим» был направлен под станицу Казакевичева, что находится на границе с Китаем, и 16 декабря занял оборону. Командование Народно-революционной армии прекрасно понимало, что имеющимися силами под натиском белых в Хабаровский край не удержать. Уже активно шла эвакуация советских учреждений и дорог был каждый час отвоеванный у врага. Коммунистическому отряду была поставлена задача любой ценой удержать врага у пограничного Казакевичева. Хотя бы на день, может всего лишь на час, но удержать. Передовой отряд белоповстанцев на противоположном берегу Уссури показался рано утром 19 декабря. На лежащих, в заледенелых окопах, немногочисленных молодых бойцов, размахивая сверкающими шашками, пошли конные сотни противника. С колокольней сельской церкви дробно заработал пулемет. На лету, срезая мчащихся всадников, ударили винтовочным залпом коммунары. Подобравшиеся близко к окопам белоповстанцы были уничтожены гранатами. Первую атаку белых удалось отбить. Но тут пулемет заклинило. И что существенного могли сделать одиночные стрелки против вновь стремительно налетевших конных воинов? На улицах станицы завязался жестокий кровавый бой. Казаки-удальцы, основная ударная сила сахаровцев, были опытными рубаками, прошедшими с боями от Урала до Забайкалья и далее загнанной в Приморье. На стороне молодых коммунаров была только отчаянная храбрость, стремление любой ценой выполнить приказ и желание защитить своих близких, родных, товарищей, свою родину от ворвавшегося врага. Люди они все же в большей части были не военные. После короткого, но яростного боя 28 народа армейцев были захвачены в плен. Причем добровольно никто не сдался. Все были пленены вследствие тяжелых ранений. Белые пробовали допрашивать пленников. Их интересовала ситуация в Хабаровске. Достойно проявивших себя бойцов агитировали перейти на сторону Белого движения, но бойцы молчали. Тогда над пленниками, уже не способными сопротивляться, учинили жестокую расправу. Несмотря на свою малочисленность, бойцы сводного отряда не только задержали на несколько часов катившуюся на Хабаровск по Волжскую бригаду Сахарова, но и заставили ее изменить свой маршрут, вступив в неравный бой и приняв мученическую смерть, молодые народа армейцы обессмертили свои имена совершенным подвигом. А понятие «подвига» не имеет окраски. Красной или белой – неважно. Тела погибших героев весной, после освобождения Казакевичева, были привезены в Благовещенск и торжественно захоронены в братской могиле в районе стадиона «Спартак», где покоятся и поныне, вместе с другими воинами, погибшими в горниле гражданской войны. 22 июня 1941 года гитлеровские войска обрушили свои удары на Советский Союз. Настала пора тяжелейших испытаний. Страна поднималась на священную войну, ставшую для нашего народа Великой Отечественной. В первые же ее дни по городам и селам Амурской области прошли многолюдные митинги и собрания. Десятки тысяч человек, объединенные гневом и болью о судьбе страны, проявляли поистине всенародный патриотический порыв. Выступавшие призывали к мобилизации всех имеющихся ресурсов для победы над врагом. Первым на митинге, на судостроительном заводе, выступил рабочий Хромых. Его речь была краткой. Провокаторы войны зарвались, но этот подлый поступок не пройдет для них безнаказанно. Враг будет разбит. Весь советский народ, народ богатырей и героев, выступит на защиту своей родины и сокрушит фашистских бандитов. «Если мужчины уйдут на фронт», — говорила, выступая на собрании мастер цеха кожевиного завода Харькова, «мы, женщины, завод не оставим и заменим своих мужей, братьев и сыновей. Завод будет работать на нужды фронта». С наибольшей остротой патриотизм амурчан прежде всего проявлялся в стремлении идти на фронт. С рассветом 23 июня в Благовещенский городской военный комиссариат начали поступать заявления от множества людей с просьбой отправить их в действующую армию. Только за первые три часа их поступило более двухсот. Это были люди разных профессий, мужчины и женщины, молодые и ветераны. «Мне 52 года», — писал в своем заявлении директор Амурского музея Гурский. «Чувствую себя вполне здоровым. Вижу далеко, стреляю хорошо, прошу направить на Западный фронт для защиты любимой Родины. Не может быть сомнений, что патриотический настрой людей в эти тяжелые дни был искренним и неподдельным». Начиналась всеобщая мобилизация. Всего добровольно и по призыву ушли в действующую армию 142 794 наших земляка, почти половина взрослого мужского населения области. С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приведены в боевую готовность. Воины-амурцы рвались на фронт, туда, где решалась судьба страны, но обстановка на Дальнем Востоке оставалась также чрезвычайно напряженной. В Манчжурии были сконцентрированы японские войска, достигавшие численности одного миллиона человек. Подписанный с Японией в апреле 1941 года договор о нейтралитете мог быть в любой момент разорван японской стороной. Однако наличие на дальневосточных рубежах крупных боевых соединений советских войск сдерживало агрессивные устремления военно-политического союзника Германии. И только осенью 1941 года, когда стало известно, что Япония не решится начать немедленную войну против СССР, дальневосточные дивизии были экстренно переброшены на Западный фронт. Некоторые из них приняли участие в обороне Москвы. 32-я краснознаменная дивизия, в которой было немало воинов-амурцев, в октябре 1941 года сражалась на Бородинском поле. Она на несколько дней задержала превосходящие силы врага. Амурцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной и во всех родах вооруженных сил. Глубокой осенью 1941 года, в самое трудное для столицы время, под Москву прибыла другая дальневосточная дивизия, 78-я. Здесь она плечом к плечу с героями-панфиловцами остановила наступавшего врага на одном из самых важных Истринском участке обороны. Отсюда она пошла в контрнаступление. За свои ратные подвиги дивизия заслужила почетное звание, став в ноябре 1941 года 9-й гвардейской. В историческом контрнаступлении под Сталинградом, положившем начало коренному перелому в ходе войны, принимала участие 204-я стрелковая дивизия, впоследствии 78-я гвардейская, сформированная почти полностью в Амурской области. В шестимесячных непрерывных боях на Волжской земле она уничтожила около 25 тысяч фашистских солдат и офицеров, свыше 300 танков и 150 орудий. Славный путь дивизии был продолжен в грандиозной битве на Орловско-Курской дуге, где она занимала позиции на ее южном фланге. Затейный фашистами реванш летом 1943 года не состоялся. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Красная армия продвигалась все дальше на запад, не считаясь ни с какими препятствиями. Одной из тех, кто находился в первых эшелонах войск при форсировании Днепра, была 68-я дальневосточная дивизия. Здесь ее части и подразделения 40 дней удерживали захваченные плацдарм. 23 воина стали героями Советского Союза. Четверо из них удостоились высшего воинского звания посмертно. Воины-амурцы принимали участие в освобождении западных районов Федеративных республик Украинской и Белорусской ССР. Война неумолимо приближалась к тем рубежам, где она началась в 1941 году. День 17 августа 1944 года стал знаменательным в истории Великой Отечественной. Передовые отряды Красной Армии с боями прорвались государственные границы СССР с Восточной Пруссией. После взятия Берлина и подписания пакта о безоговорочной капитуляции война еще не закончилась. Японское императорское правительство и военное руководство, не желая признавать себя побежденными, упорно готовились к длительному сопротивлению. 9 августа 1945 года в соответствии с союзническими обязательствами СССР вступил в войну против Японии. Силами трех фронтов Забайкальского, Первого и Второго Дальневосточных началось мощное наступление в Манчжурии, на Южном Сахалине и на Курильских островах. В боевых действиях участвовали огромные массы войск. Более 80 дивизий с численностью в полтора миллиона человек, 26 тысяч орудий и минометов, свыше 5,5 тысяч танков, более 3 тысяч самолетов. Боевые действия происходили на фронте протяженностью свыше 4 тысяч километров и развивались в глубину до 800 километров. Это была в подлинном смысле молниеносная военная кампания. Сокрушительные удары на суше, с моря и воздуха советских войск привели к разгрому и окружению вражеских сил в Северо-Восточном Китае и в Северной Корее. В течение нескольких дней организованное сопротивление японских войск было фактически парализовано. В воинских подразделениях, действовавших против Пантунской армии, было немало амурцев. Ко времени боевых действий вдоль границы по Амуру от Хабаровска до Дабайкалья размещались части 2-го Дальневосточного фронта. Непосредственно в пределах Амурской области находилась 2-я Краснознаменная армия. Она была сформирована в 1938 году на базе боевых частей Амурского фронта и партизанских соединений еще времен Гражданской войны. Внушительную силу представляла собой и Амурская речная флотилия, которая призвана была сыграть значимую роль в предстоящей операции. С первого дня войны войска успешно провели форсирование Амура сразу в нескольких местах в районе сел Паярково и Константиновка в городе Благовещенске. За героизм и мужество, проявленные в боях, более ста воинам-амурцам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 стали кавалерами орденов славы трех степеней. В целом боевых правительственных наград удостоились более 56 тысяч бойцов, уходивших на войну из амурских городов и сел. 30 человек участвовали в легендарном параде победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Точное количество установленных в городе и Амурской области памятников, бюстов, мемориальных табличек, посвященных героям различных войн, посчитать трудно. Да их и не нужно считать. Надо знать подвиги наших земляков, которые они совершили ради жизни будущих поколений. 60 амурцев за годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе единственная женщина — Распопова Нина Максимовна. Родилась 31 декабря 1913 года. В 1933 году по путевке Благовещенского горкома в ЛГСМ направлена в Хабаровскую летную школу, была инструктором в Омском и Мятищинском аэроклубах. В июне 1942 года началось формирование женского авиационного полка. Все воины из этого авиаполка, от командира до техника и вооруженца, были женщины. Воспитанницы аэроклубов, вчерашние студентки и школьницы на маленьких ПО-2 небесных тихоходах поднимались в ночное небо и точечно бомбили противника. Летчицы любовно называли свой ПО-2 «ласточкой», а немцы — «ночным дьяволом». По 4-5 боевых вылетов совершали за ночь Нина Распопова со своим штурманом Ларисой Радчиковой. В одном из боев за Кавказ Распопова и Радчикова были подбиты. Мотор заглох, и самолет стал терять высоту. Но тут произошло невероятное. Порыв ветра подхватил машину. Это позволило несколько минут продержать самолет в воздухе и посадить на нейтральной полосе. Фашисты открыли шквальный огонь, но вскоре прекратили, решив, что экипаж уничтожен. Обе летчицы, раненые в ноги, с огромным трудом сумели добраться до своих. У передовой, теряющих сознание, летчиц подобрали пехотинцы. Оказалось, что прошли они всего 700 метров, но по минному полю. Бесстрашные летчицы наводили ужас на врага. Командир авиазвена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка гвардии старший лейтенант Нина Максимовна Распопова совершила 805 боевых вылетов. 15 мая 1946 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза. За боевые заслуги Нина Максимовна награждена орденами Ленина, Красного Знамени дважды, Отечественной войны первой степени. В Благовещенске ей установлена памятная табличка. 32-я краснознамённая дивизия, в которой было немало воинов-амурцев, в октябре 1941 года сражалась на Бородинском поле. Она на несколько дней задержала превосходящие силы врага. Именно здесь совершил свой героический подвиг наводчик орудия богатырь из Благовещенска Фёдор Чихман. На высотке расположился орудийный расчёт. В секторе обстрела уже пылало несколько подожжённых фашистских танков, но ещё один упрямо полз на орудие. Артиллерист не растерялся, танк был подбит. В бою погибли друзья, Чихман остался один. А машины всё продолжали ползти. Осколком разорвавшегося близко снаряда у бойца оторвало правую руку. Он уже не помнил, когда успел зарядить орудие, а выстрелив, потерял сознание. На счету у Фёдора Чихмана четыре выведенных из строя вражеских танков. За бой на Бородинском поле Фёдор Яковлевич был награждён орденом Ленина. После излечения в госпитале Чихман принимал участие в войне с Японией в должности командира автоотряда. Вторично демобилизовался в ноябре 1945 года, после чего около 30 лет руководил крупным автопредприятием спецавтохозяйства в городе Благовещенске. Баженов Сергей Семёнович. Родился 29 апреля 1925 года в селе Бориса Глебка Октябрьского района. Получил образование 7 классов, участвовал в войне с Германией в составе 1-го Ленинградского, 2-го Прибалтийского фронтов, в 29-й, затем в 48-й гвардейской стрелковой дивизии. Был наводчиком орудия, командиром расчёта. Был ранен и контужен. Участник парада победы 24 июня 1945 года. Особенно запомнился Сергею Семёновичу бой с шестью танками под городом Таллином. Здесь расчёт под его командованием вместе с соседним орудием на прямой наводке приняли бой. Подпустив врага как можно ближе, артиллеристы открыли по нему шквальный огонь. Пять танков были подбиты. После ранения и лечения в госпитале Сергей Семёнович служил связистом в миномётной роте, затем был разведчиком. Войну закончил в Риге. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за отвагу трижды. После войны работал водителем в автобусном парке автоколонны 1275 в городе Благовещенске. Груздев Георгий Александрович. Родился 15 мая 1923 года на Украине. Участвовал в войне с Германией в составе 253-й курсантской стрелковой бригады 34-го корпуса Брянского и 1-го украинского фронтов. Первый бой принял на Брянском фронте в 1942 году командиром миномётного отделения. Принимал участие во многих сражениях Великой Отечественной войны. В составе 34-го корпуса вышел на Эльбу. Миномётчик, связист. Освобождал Прагу, брал Берлин, был ранен. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалями за отвагу, за взятие Берлина, за освобождение Праги, за победу над Германией. В 1947 году вернулся во Владивосток и в этом же году поступил учиться в Благовещенский педагогический институт. По окончании института работал учителем географии в школе номер 5 города Благовещенска. Кроме этого преподавал астрономию и психологию. В 1956 году приглашён преподавать на кафедру географии БГПИ, где проработал до января 2005 года. Отличник народного просвещения. Награждён почётным дипломом Географического общества Союза Советских Социалистических Республик. Принимал участие в парадах Победы на Красной площади в Москве в 1945 году, в 1990 году и в 2000 году в честь 55-летия Победы. Земских Владимир Афанасьевич. Родился 5 февраля 1917 года в городе Благовещенске. Окончил неполную среднюю школу и ФЗУ при Амурском речном пароходстве. С 1934 года работал токарем на судостроительном заводе, одновременно учился на вечернем отделении речного техникума. В 1938 году Благовещенским комиссариатом призван в армию. В 1944 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу. Участвовал в войне с Германией на 2-м Белорусском фронте пилот, командир звена и авиаэскадрильи штурмовик. Во время военных действий эскадрилья под его командованием совершила 208 успешных боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени трижды, Отечественной войны первой степени дважды, медалями за победу над Германией, за доблестный труд, ветеран труда, нагрудным знаком отличник аэрофлота. После войны продолжал службу в ВВС, летал на ПО-2, Ил-14, работал руководителем полетов Благовещенского аэропорта. С 1962 года диспетчер, штурман. Будучи на пенсии, 5 лет успешно возглавлял областную общественную ветеранскую организацию, почетный гражданин города Благовещенска, участник Парада Победы 1995 года. Именами двух героев названы улицы города Благовещенска. Артиллерист Михаил Абрамович Василенко. В марте 1945 года при освобождении Польши за два дня взвод Василенко взорвал 12 танков, уничтожил две минометные батареи, подавил 8 огневых точек, ликвидировал десятки немецких солдат и офицеров. Бои были тяжелые. Михаил Василенко, заменив раненых командира и наводчика орудия, лично подбил 4 вражеских танка. Артиллерист и сам был ранен, но довел бой до конца, заслужив звание героя. Максим Георгиевич Воронков. С 1924 года Максим Воронков служил комиссаром радиостанции морских сил Дальнего Востока. Летом 1945 года, когда началось форсирование Амура, капитан 1-го ранга Воронков командовал в Зеебурейской бригадой речных кораблей Амурской речной флотилии. Война с Японией была очень скоротечной, поэтому героев Советского Союза в ней – единицы. Редко кому удалось настолько достойно проявить себя за считанные недели активных боевых действий. Благодаря ему подвиг амурских моряков дал импульс полномасштабному наступлению на Благовещенском участке государственной границы. Здесь его подчиненные первыми вступили в бой с Квантунской армией и фактически развязали боевые действия на Амуре. При этом на головы благовещенцев не упал ни один японский снаряд. Бронекатера прямо на ходу открывали шквальный огонь по правому берегу Амура. Стрельба велась из танковых башен, реактивных установок и пулеметов. Артиллерийскую поддержку оказывали канонерские лодки, укрывшиеся в устье реки Зеи и полевая артиллерия. Опешившие от неожиданности японцы пытались отвечать, но огонь по движущимся целям оказался малоэффективным. Мало того, пройдя мимо Сахаляна, ныне китайский город Хэйхэ, бронекатера легли на обратный курс и дали еще один залп по огневым позициям квантунцев. К половине шестого утра все закончилось. Помимо освобождения Сахаляна, бронекатера бригады прорвали пленному городу Айчунь и, несмотря на массированный вражеский огонь, успешно высадили десант. На взятие гор три дня. 14 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое руководство бригадой образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм, капитан первого ранга Максим Георгиевич Воронков удостоен высокого звания Героя Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Улица в Благовещенске названа его именем по инициативе коллег – военных моряков. 11 сентября 1955 года в городе родился Владимир Степанович Мусатов. В 1973 году, успешно сдав экзамены, стал курсантом 10-й роты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокосова. В мае 1983 года капитан Мусатов с предписанием возглавить мотострелковую роту в 371-м гвардейковом полку прибывает в Шинданд, город на западе Афганистана. Сначала его поставили начальником склада, через пару месяцев назначили командиром 9-й роты. Прекрасные решения сложились со служивцами. В неформальной обстановке офицеры роты называли своего командира уважительно – Степаныч. К тому боевому походу капитан Мусатов жил в Афганистане более полу... Ему не обязательно было идти на ту операцию. Но он не мог оставить свою роту, не мог отправить в бой одних своих малоопытных офицеров. На следующий день выступали. Была большая. Шли долго, люди устали. Немного отдохнув, опять в путь. Рота растянулась на значительное расстояние. Спустились в предущелье, шли по левому берегу ручья. Душманы сверху открыли огонь. Солнце светило прямо в глаза. Ничего нельзя было рассмотреть. И в этой критической ситуации Володя Мусатов, уничтожив пулеметный расчет, приказал всем перебежками выходить в трело в русло высохшего ручья, где можно было укрыться. Жал первым. Бойцы добежали, а их командир ранен. Вражеская пуля, пройдя бронежилета, попала прямо в сердце. Владимир Степанович Мусатов награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени посмертно. В которой Володя учился, ныне гимназия номер 4, установленная доска. Сменяя друг друга линия, но память о прошлом не знает забвения. И грозные строки вызывают с гранита. Никто, никто не забыт. Что не забыто.